Это транспортный блок экрана топки. Одним стоком клавиши и одним щелчком мыши. Лучшие студенты энергетики технического вуза конструируют 3D детали для котельного оборудования. Будущие инженеры уже официально трудоустроены и даже получают небольшую зарплату до 10 тысяч рублей. Такие деньги – хорошее подспорье к стипендии, говорят ребята. Часть стараюсь откладывать на что-то просто дальнейшее, а в основном свои какие-то хотелочки, чтобы от родителей не зависеть. Когда первый раз смоделировали деталь, какие эмоции, впечатления у вас были? Ну не знаю, какая-то радость, что получилось, особенно когда из первого раза. Потому что не всегда получается, ты начертил и сразу модель, иногда приходится что-то исправлять. Дорисовку каждой детали от нескольких минут до нескольких дней. На базе конструкторского бюро Алтайского политеха готовят инженера для Таганрогского котлостроительного завода. Такие специалисты кадры штучные, за Уралом их выпускает только Алтайский вуз. Это стало возможным благодаря сотрудничеству университета и крупнейшего промышленного предприятия страны. Занимаясь разработкой конкретных деталей котельного агрегата, котельного установки, то есть, конечно же, в общем, глобально они там не принимают участие в процессе проектирования, но разрабатывая определенные небольшие узлы, они получают опыт и уже по завершению обучения в университете они приходят к работодателю своему уже с такими полноценными созревшими специалистами. То есть на них не нужно тратить время на обучение. Опытом сотрудничества с Таганрогским заводом заинтересовались и другие предприятия энергетической отрасли. Сейчас, к примеру, технический вуз ведет переговоры с Алтайским заводом Сибэнергомаш. И, скорее всего, работы в бюро скоро прибавится, но и на отдых время здесь тоже находят. Отдыхаю я, конечно, своеобразно. Люблю погулять. А еще у меня есть компьютер. Не скрывая этого, я люблю поиграть, расслабиться. Люблю гоночки. Принцип работы заключается в механическом удалении сорняков и рыхлении приствольной зоны саженцев. Вот эту машину для приствольной обработки почвы по заказу Института имени Лисовенко в 2019 году тоже смоделировали наши студенты. На базе еще одного конструкторского бюро вуза. Здесь специализируются на деталях для сельхозтехники, которая востребована во всем мире. Кадров, на самом деле, именно инженеров не хватает. И, в частности, для агропромышленного сектора. Поэтому это будет весьма востребовано и актуальная специальность. Здесь чертежи даже паровой машины Ивана Ползунова, в честь которого, собственно, и назван технический вуз края. Конструкцию с девятиэтажный дом будущие инженеры с фиртуозной точностью умещают в экран монитора. Сегодня Россия остро нуждается в инженерах и других технических специальностях. На уровне федерации разрабатывают специальные программы по подготовке изобретателей, без технологий которых экономике страны конкуренцию выдержать сложно. И важный шаг в этом направлении, говорят эксперты, возрождение Института конструкторского бюро. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.